Виагра Добрый вечер. Здрасте. Как вы себя чувствуете-то? Хорошо, спасибо. Ничего не болит? Ну, практически женивать ничего. Но пресса написала, что вы вступили в бой с режиссером, и якобы у вас страшные травмы. Было такое? Ну, травмы были, но по поводу боя это, конечно, все было шутка. Потому что, насколько я помню, на съемочной площадке, в момент того, как произошла моя травма, не было ни одного журналиста, ни пишущего, ни печатающего, ни снимающего, ни любого. Я упал на съемочной площадке, и довольно-таки сильно рассекся губу. И на следующее утро мы встречались с режиссером о том, чтобы обговорить, как дальше будут происходить съемки, потому что они встали на какое-то время. Наш исполнительный продюсер привез нам газету, опять это же издание, в котором было написано, что Алексей Панин с утра позвонил режиссеру и грозился посадить его в тюрьму и подавать на него в суд. У вас репутация эдакого дон-жуана, любителя жизни, и вдруг опять же прошла информация, что собираетесь жениться и стать примерным семьяным. Кто эта женщина и правда ли это? Эффектно. Женщина зовут Оля, но, насколько я знаю, мы пока жениться не собирались. Может быть, вы просто еще не в курсе, а Оля же лелеет коварно из нас. Ну что ж, совет вам до любого, даже без всякой сомнения. Спасибо. Спасибо, привет. Счастливо. Сезон охоты на уток продолжается, и мы готовы проверить любую информацию, которая покажется вам сомнительной. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы служили в армии? Нет. Не приходилось. Ну или можно, наверное, сказать, что служил, поскольку отец у меня военный, и с рождения до 16 лет я жил за колючей проволокой. То есть вы знаете, что такое гауптвахт? Насколько мне известно, гауптвахта была введена в российской армии 300 лет назад, три года назад ее отменили, сейчас пытаются опять ввести обратно. Как вы думаете, будут ли чувствовать себя защищенными призывники, если гауптвахта появится опять? И вообще, улучшает ли это дисциплину в армии? Я считаю, что если человек виновен, он должен отвечать. Абсолютно верно. Абсолютно с вами согласен. Спасибо большое. Спасибо. Давайте отправим запрос в Госдуму и выясним, будет ли восстановлено гауптвахта в армии. Субтитры сделал DimaTorzok